Ребят, всем привет. У меня опять возникла необходимость нарезать внутреннюю многозаходную резьбу. Я это уже делал год назад. Нарезал успешно внутреннюю десятизаходную резьбу. Дело очень непростое. Для этого нужен специализированный резец. Тот, который я делал год назад, работал не очень хорошо. Поэтому сегодня мы изготовим новый. Гораздо лучше. Как раз у меня есть подходящие резьбовые пластины для крупных шагов. Сплав Т15К6. Сейчас я вам попробую показать, в чем заключается сложность при нарезании крупного шага. В частности этот шаг 40 миллиметров. Вот видите, если я ставлю пластинку под углом 90 градусов, то она будет резать неправильно. Ее нужно повернуть на небольшой угол. Ну как небольшой, здесь уже градусов 25 или 30 получается. Для изготовления резца я буду использовать державку от мощного расточного. Но портить его не буду, а сделаю с другой стороны, будет такой универсальный. Моя задача просверлить отверстие, чтобы резьбовая пластинка сидела плотно, но имела возможность вращаться. Музыка. 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 Поворачиваю на 90 градусов и делаю отверстие под зажимной винт. Музыка. 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 И еще одно маленькое отверстие оно будет служить окончанием паза. Музыка. Готово. Чтобы резьбовая пластина зажималась и прочно фиксировалась в отверстии нужно сделать разрезной паз. Для этих задач у меня есть самодельная оснастка. Не так давно ее сделал для дисковых фрез. Как раз таки для токарного. Продолжение следует. Вот что у меня получилось предварительно. Нарезаем резьбу. Сверху немного увеличу отверстие, чтобы винт легко проходил и вкручивался только в одну часть. Нарезаем резьбу. Наживил. Теперь вручную пойду. Нарезаем резьбу. Нарезаем резьбовую пластинку и уже вижу один недочет. Фиксироваться она будет не в любом положении. Так как она не круглая, этому будет препятствовать паз. Сейчас попробую исправить эту ситуацию. Вообще на будущее идеально было бы здесь использовать быстрорез нужного диаметра. Заточил под любую резьбу какую тебе нужно профиль и погнал. Увеличил отверстие и сейчас выточу сюда латунную втулку. Увеличил отверстие и сейчас выточу сюда латунную втулку. Увеличил отверстие и сейчас выточу сюда латунную втулку. Все, что мне осталось сделать, припаять пластинку серебром. Вот что получилось. Заточил резец и можно ставить в державку, пробовать как работает. Вот теперь совсем другое дело. Можно поставить на необходимый угол и зажать. Можно пробовать. Вот такой угол думаю будет самое то. Сделал все необходимые настройки и пробуем резать шаг 40 миллиметров. Возьмите. 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 Все необходимые настройки. Резец получился очень удачный. Да еще и универсальный. Очень хорошо режет. Достаточно быстро получилось нарезать 10-ти заходную резьбу. Резец очень жесткий, прекрасно режет. Пластину можно повернуть в другую сторону и нарезать левую резьбу. Кроме этого можно изготовить кучу сменных резьбовых пластин. Не обязательно использовать твердый сплав. Можно, как я и говорил, взять быстрорез. Нужного диаметра заточить под любые резьбы. Можно попробовать нарезать этим резцом трапециедальную резьбу. Давайте проверим 10-ти заходную резьбу. Что у нас получилось. Это я тренируюсь для одного интересного проекта. По сравнению с прошлым самодельным резьбовым резцом, которым я делал эти 10-ти заходные гайки, Гораздо жестче, режет мягче, гораздо качественнее. Естественно резьба будет получаться более качественная. И гораздо меньше времени на это потребуется. Потому что можно заглубляться гораздо больше. У меня на сегодня все. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok